Делегацию из Волынской области на погранпереходе Макраны представители областной вертикали Брестского региона встретили, что называется, с хлебом и солью. Такой теплый прием обусловлен давним и плодотворным сотрудничеством обеих сторон, представители которых понимают, тесное взаимодействие и обмен опытом – необходимые условия для развития не только международной политики, но и жизнедеятельности любого современного государства. Я вважаю, что нам есть, что учиться в сельхозвиробнике. Крупнотоварные господарства – это и социальный защит, это и технологии. В нас их зберегло меньше, но нам сейчас нужно работать над тем, чтобы делать объединение сельхозвиробников на других засадах. У нас есть дещо другие условия. Той опыт в технологиях, в переробке сельхозвиробников, который есть в Белоруссии, он очень полезен нам. У нас много общего. И это общее должно служить во благо людей, как белорусских, так и украинских народов. И от того, насколько мы будем знать друг от друга, насколько мы будем перенимать опыт друг от друга, наверное, благополучие одной и другой страны пойдет еще улучшиться. Наша цель и в Белоруссии, и в Украине, я в этом убежден. Естественно, руководство сделать, как можно люди наши жили лучше, краше, добрее. Ознакомительный визит гостей из дружественной Украины начался с агрогородка Луково, одного из самых перспективных поселков Малорицкого района. Делегация посетила два объекта социально-культурного назначения – среднюю школу и дом культуры, на реконструкцию которых была выделена большая часть районного бюджета. Теперь эти два современных здания с интересной архитектурой украшают центр деревни Луково и выполняют свое предназначение. Я, как прошлый учитель, прошлый директор школы, я увидел сегодня школу, не просто сегодняшнего дня, я увидел ту школу, которая уже выпередает час, и через пять лет эта школа будет актуальной, и она будет современной, потому что сегодня в этой школе работают передовые педагогические технологии. Животноводческий комплекс по производству молока «Савушкино» без преувеличения можно назвать образцовым сельхозпредприятием. В этом убедились и представители делегации. Современный доильный зал, активное внедрение новой технологии в производство и главный козырь предприятия – карусель на 80 доильных станков. Комплектация молочно-товарной фермы на территории Алтурского сельсовета впечатлила володьких гостей. Город Малорита и агрогородок Муховец Брестского района – населенные пункты в списке насыщенной экскурсионной программы украинских делегатов оставлены напоследок. Универсальный спортивный комплекс «Жемчужина», по мнению гостей, оправдывает свое название. Бассейны, два теннисных корта с искусственным покрытием, универсальная площадка для игры в волейбол и баскетбол. Для того, чтобы заняться своим здоровьем, у жителей Малорита есть все условия. Впрочем, как и для развития творческих способностей. В помощь Малоритская государственная школа искусств, которая два года назад была признана победителем соревнований за достижение высоких результатов в выполнении показателей прогноза социально-экономического развития и занесена на доску почета Брестской области. У вас, на мою думку, одночасно развиваются абсолютно все галузи – и освета, и охрана здоровья, и культура, и спорт. И для этого выделяется достаточно денег и финансирование на государственном уровне. Приятно, что каждая дитина может заниматься своими интересами. Потому что, когда родится дитина, Бог даёт талант. И важно тот талант развиваться. У вас это есть возможность. Я памятаю Малориту еще в часах Радянского союза. Это было, звичайно, такое напивпромисловое местечко, как и в большинстве радянских райцентров. Сегодня я уже сказал, что это красивое, маленькое европейское местечко. Вражает социальная сфера, спортивная структура, которая развивалась в последние годы. Я уже сказал, что подход к вырешению житлово-коммунальных вопросов. Поэтому для нас сегодняшняя поездка, как для руководителей региональных центров, как полезной в плане такой модернизации своей работы с позиции и досвиду белорусских коллег. Итоги ознакомительного визита Волынской делегации с производственными социально-культурными объектами Брещины подвели на встречу с руководством области. В ходе диалога были выделены основные векторы развития экономических, а также социально-культурных связей обеих сторон, что станет надежным фундаментом международного сотрудничества двух государств.